Всем привет, друзья! С вами компания 3D Tool и в этом видео мы поговорим о новой версии фирменного слайсера Picasso 3D Polygon X за версией 2.2.30. Перед тем, как рассмотреть саму программу, должны напомнить, что под использование новой версии Polygon строго рекомендуется обновить прошивку ваших устройств серии X. Между версиями прошивок вплоть до 5.409 текущими есть серьезные отличия, поэтому заранее заботьтесь установкой самой свежей версии. Все актуальные прошивки можно найти на официальном сайте picasso3d.ru или на форуме неофициального сообщества picasso3d-reclab.ru. Ссылки будут в описании под видео. Что ж, перейдем непосредственно к теме нашего видео. 3 декабря 2020 года состоялся релиз первой версии обновленного Polygon X. Все мы ждали обновления достаточно давно и производитель не подвел наши ожидания. Ключевым изменением Polygon X.2.0 от прошлых итераций стал переход на другую математическую платформу. Теперь в основе слайсера лежит движок от хорошо известного Qura, однако сильно измененный руками разработчиков из picasso. Какие же конкретные изменения произошли с программой в целом? Давайте разберем их более подробно и сравним со старой версией Polygon X. Во-первых, появилась система регистрации по единому профилю. Раньше требовалась активация каждого 3D принтера на новом устройстве заново. Сейчас одна регистрация создает пользовательский аккаунт, доступный с любого компьютера. Сама система в будущем будет дополняться другими полезными функциями. Произошла смена дизайна. Ключевые элементы остались на месте, однако поменялось их расположение и общая цветовая гамма. Преобладают синие оттенки. За счет изменения расположения элементов увеличилась зона просмотра. Визуальный интерфейс стал легче. Появилось отображение типа траекторий в просмотре задания. Наконец-то появилась эта полезная фича из Симплифай 3D и других аналогичных слайсеров. В просмотре задания можно выбрать тип отображения порезанной 3D модели, классический по слоям или более информативный по траектории. Также изменилась вкладка сеть. Теперь она называется мониторинг, а сортировка принтеров интерфейса этого элемента тоже значительно поменялся. Однако подробнее о том, как с помощью Polygon управлять целой фермой принтеров, мы расскажем в другой раз. Это тема отдельного ролика. Было доработано подменю настроек и выбора активных принтеров. Здесь же добавились некоторые настройки, изменить которые раньше было нельзя. Также изменилось меню справка, добавилось описание программы и возможность обратной связи с техподдержкой. Однако наиболее существенные изменения произошли, конечно, в меню настроек печати. Именно их мы сейчас и рассмотрим. Самое важное изменение – появилась система авторасчета параметров слайсинга для упрощения работы с 3D принтером новичка. В Picasso 3D провели большое количество испытаний по зависимости подбора параметров от разных диаметров сопел, в том числе под основные типы поддержек. Итогом этой работы стал базовый режим настроек. Другими словами, новый механизм подбирает оптимальные настройки в зависимости от выбранной детализации, высоты слоя, прочности и типа используемой поддержки с учетом установленных диаметров сопел. Этот механизм не учитывает особенности конкретной модели, но покрывает большинство типовых для 3D-печати задач. Привычный всем пользователям старого полигона расширенный режим остался без изменений, разве что сквозная система авторасчета действует при желании и в нем. Предлагается выбрать толщину слоя на ползунке, после чего программа сама отредактирует основные параметры. Как и раньше, здесь мы можем выбрать разрешение печати, настройки шва, периметры или поддержки. В разделе заполнения появились все доступные до данный момент схемы внутренней структуры, включая соты. Появился режим настроек профессиональный, насчитывающий более 100 возможных для изменения параметров печати. Эту фичу давно просили искушенные в 3D-печати пользователи, которым не хватало вкладки расширенных настроек. В этом режиме параметры делятся на четыре закладки, объединенные по смыслу. Первая содержит параметры, отвечающие за качество и прочность изделия. Вторая – за параметры поддержки. Третья позволяет филигранно настроить интерфейсные слои поддержек, а также субинтерфейсные слои. Этого раньше точно не было. Последняя закладка содержит не вошедшие в другие свитки параметры. Здесь можно настроить и подгези к платформе, выбрать специальные режимы печати, например, вазу, установить очередность печати элементов на рабочем столе и включить инструмент сглаживания верхней поверхности модели. Также здесь можно включить режим печати в одну стенку, не путать с вазой, а также скорлупу вокруг модели, уменьшающую варпинг и деламинацию. При таком количестве настроек неплохо было бы иметь пресеты настроек. Конечно же, они есть в новом полигоне, их даже можно экспортировать в отдельный файл или загружать из него. Появилась возможность задавать разные параметры разным объектам на рабочем столе в рамках одного задания. Это тоже крайне полезная вещь, если вы печатаете разные по качеству и детализации объекты и хотите сократить время на перестановке задания, вместо этого напечатав все за один раз. Кроме того, слайсер стал гораздо быстрее загружать 3D-модели и рассчитывать задания благодаря оптимизации процессов. И это еще не все фишки и особенности программы. С остальным мы предлагаем познакомиться вам самостоятельно. Уверены, новый полигон порадует и самых придирчивых пользователей. Как видите, изменений набралось предостаточно, а учитывая, что график обновлений тоже участился, в будущем мы будем обнаруживать в новых версиях все больше и больше полезных функций. Кстати, в разработке программы также принимает активное участие сообщество пользователей. В конце концов, именно для них выполняется вся эта скрупулезная работа. Если вы тоже хотите поучаствовать в развитии проекта, оставляйте свои предложения на почту компании, на форуме неофициального сообщества или в канале Телеграм. Самые крутые предложения обязательно добавят в будущих релизах. Что ж, а на этом у нас все. Большое спасибо за просмотр. Надеемся, видео было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписались, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч!